А я хочу передать слово Марии Певчих, расследнице команды Навального и человеку, который сегодня презентовал этот фильм для аудитории. Маша, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Рада вас видеть. Рада видеть всех зрителей «Отожда». Скажите, пожалуйста, если суммировать, что самого ценного, на ваш взгляд, в этом фильме, если вы сделаете некую выжимку расследования, что действительно самое сенсационное? Две вещи. Тут все очень просто сжать до двух вещей. Первое – это то, что у Лаврова есть некая параллельная жизнь, параллельная семья. И здесь в основном проблема в том, что он декларирует одну семью, а по факту живет с другой. То есть мы даже нашли фотографии, с вероятностью 99,9% Лаврова дома у этой Поляковой. Они, скорее всего, вместе живут, вместе ведут быт. Тут такая спорная ситуация. Может быть, министр Лавров – человек свободных взглядов, у него, например, одна гражданская жена, а там у него роман. Ну, то есть можем себе представить, что это может быть так, да? Ну, теоретически, конечно, можем. Достаточно странно в такой ситуации рассуждать про скрепы и консервативные ценности, на которые посягает Запад, а ООН охраняет их. Ну, гипотетически, наверное, такое возможно. Если все довольны и все стороны это все устраивают, никаких абсолютно проблем. Но мы-то рассказываем об этом не как о каком-то светском событии. Вот посмотрите, у Лаврова две жены. А проблема в том, что вот одна жена, которая в декларации, она бедная, а та жена, которая до факта у него есть, Полякова настоящая, она очень богатая. И как только вот в этом уравнении появляется коррупция, это то, когда это становится общественным интересом. Ровно поэтому мы и рассказывали эту историю, рассказали эту историю во всех подробностях. Не потому, что мы хотим как бы покопаться в личной жизни Лаврова. Это не очень интересно. А потому, что так получилось, что вот та семья, которую он скрывает, там действительно есть, что скрывать. И речь идет и о квартире на причисленке, которую вы упомянули, и, естественно, о квартире в Лондоне за 4,4 миллиона пунктов. Просто какие-то баснословные деньги, которые каким-то образом у них появились. И эти машины, Месседес за 20 миллионов рублей, еще куча таких машин. Ну, то есть вот тут в этом проблема. Ну, и вторая вещь, конечно, Дерипаска. Вторая вещь, я просто закончу мыть про... Две главные мысли этого расследования. Вторая, конечно, Дерипаска. И по общему зачету это, конечно, даже важнее, чем тайная параллельная семья. Потому что речь идет о коррупции в понимании именно юридическом. Прямо как вот из учебника списано определение. Есть олигарх, который развлекает Лаврова, оказывает ему услуги в виде отдыха, перелетов, отдыха на яхте, от предоставления его гостиниц и вилл. И в обмен, мы это указали в нашем расследовании, абсолютно понятно, что Лавров делает в обмен. Вот там мы привели 4 или 5 примеров, когда Лавров ездит по миру и буквально улаживает вопрос Дерипаски. И это, на самом деле, достаточно редкая ситуация. Мы всегда как-то додумываем, в чем вторая сторона этой сделки. А тут мы прям видим, в чем вторая сторона. Вот Лавров. С какой-то стати он выбрал себе любимого олигарха. И реально, если проследить по новостям, просто никто не обращал внимания, что он ездит на Ямайку или на Винею, встречается с президентами и обсуждает дела Дерипаски. В то время как с другими олигархами он не занимается таким. И вот как бы все сложилось. В одно очень аккуратненькое, очень понятное уравнение. И это прям самая-самая чистая коррупция, которая только может быть. Мы сейчас вот отстрелялись по видео. Будем думать, куда подавать заявление. Потому что там, по ощущениям, есть нарушения и американского антикоррупционного законодательства, и британского. И мы будем крутить всю эту историю, смотреть с юристами. И будем пытаться жаловаться на все это. Потому что это просто подкуп чиновника. А Дерипаска, напоминаем, гражданин Кипра. И огромное количество активов находится в Европе. Ну, он, скорее всего, резидент. Непонятно, чего он резидент. То ли Черногории, то ли Италии, то ли чего-то еще. Он проводит значительную часть времени. Понятно, что юрисдикция есть. Понятно, что есть иностранный чиновник Лавров. И вот осталось просто юридически все свести. Мы обязательно пожалуемся везде, где можем. Если говорить об этих прекрасных машинах, квартирах и так далее, которые каким-то образом аффилированы Лаврову, может ли оказаться... Ну, вот пытаемся быть максимально прозрачными, чистыми и неангажированными. Может ли оказаться, что у них какое-то другое происхождение? Не коррупционное, скажем так. Я поняла. Да, вопрос. Мы проверяем все, что мы можем проверить, ну, вот в каких-то разумных рамках. Мы проверили, где бывший муж Каликовой, и могут ли быть у него такие деньги. А так нет, не может. Вы смотрели ее родителей, посмотрели ее брата, посмотрели всех ее родственников, посмотрели жен, отцов, матерей ее, родственников, друзей. Все, что только можно. Потратили там несколько дней на это, и ответ нет. Мы не видим никакого другого происхождения ее средств, кроме как Сергея Лаврова, ну, или Олега Дерибаса. Очень необычная ситуация, когда чиновник за государственный счет возит с собой не только любимую женщину, но еще целую команду родственников. Вы только представьте какой-то цирк, да? Вот вы представьте, вы дипломаты, да? Вот у вас большая группа дипломатов летит на какие-то важные переговоры. Я не знаю, там, с какими-нибудь Кейрой, или с каким-то президентом, или с кем-то президентом Австрии они летали. И вот они грузятся в буквальном смысле слова. Вот этот вот спецборд МИДа, этот гигантский ИЛ. Они грузятся, сначала Лавров, потом все коллеги, которые реально будут участвовать в этих дипломатических мероприятиях, а потом еще вместе с ними идет 70-летняя теща, 13-летняя девочка-племянница, соответственно, вот эта вот тайная супруга, и еще какие-то родственники. Ну, просто цирк. Мне так любопытно, что про это думают сотрудники МИД. Я просто вот умираю от любопытства, как они там, люди, которые строили карьеру, учились в МГИМО, уезжали там куда-то, бог знает куда, в богом забытые места, какие-то посольства работать, да, чтобы там вот заслужиться до какого-нибудь начальника департамента. Как они вообще относятся к тому, что с ними будут командировки, и есть 13-летняя девочка, которая является дочкой жены, сестры, брата-любовницы. Ну, то есть это прям вот это рисовать надо, чтобы понять, насколько она снимала на киселе. Мне непонятно другое. Каким образом все-таки это происходит настолько прозрачно? То есть это действительно же очень на поверхности, ну, вот этой подробности, которую вы упоминаете. Почему, например, Лавров не боится какого-то антикоррупционного скандала, не боится засветить этих людей? Все-таки, ну, это действительно очень нелестное для него расследование. Я могу лишь разделить ваше удивление, Анна, потому что у нас, к сожалению, нет источников медиа, вот важных историй, как раз у них наоборот, у них несколько источников в медиа, и я обсуждала эту историю с Ромой Аниной. Важные истории на агенты, надо всегда это говорить, к сожалению, в нашем эфире. И Роман Анин тоже, к сожалению, тоже, да. И он говорит, что просто буквально все, с кем он говорит в медиа, они это не просто подтверждают, они говорят, ну, да, конечно, все об этом знают, ну, конечно, все об этом знают. И мне кажется, что, возможно, у Лаврова было какое-то ощущение, собственно, тепло новости, что это называется, что не прилипнет ничего, и вот он настолько, настолько у него этот положительный имидж, и что все его так уважают на международной арене, и так он всем там дает жару и высмеивает западных чиновников, что, возможно, ему казалось, что такая история просто, ну, где-то кто-то что-то скажет, никто не поверит. И он, естественно, не рассчитывал, что можно соединить. Я думаю, что история про Дерипаску для него в тысячу раз болезненнее, чем история про Полякову. И что он мог сделать? Он знал, что его племянницы будут выкладывать фотографии с яхты Дерипаски и той же самой, на которой он катает проституток и чиновника Приходько. Ну, как это можно было проконтролировать? Эти девочки выложили эти фотографии за три недели до того, как Настя Рыбка там была и плавала вместе с другими эскортницами и чиновником Приходько. То есть это невозможно проконтролировать. А когда дочка Полина, приехавшая из Лондона, погостить условно летом на две недели, записала стори с на дачу Дерипаски, ну, тоже. Ну, вот тут история лежала и лежала еще месяцами. Ну, просто мы умеем такими словами заниматься, и мы знаем все активы Дерипаски. Поэтому я прекрасный момент, когда мы смотрели эту историю, просто мгновенно мы узнали. Ой, это же бухта радости, это Дерипаски, потому что мы там сто раз ее со спутника видели, снимали из дрона и так далее. В течение обстоятельств это действительно было сложно найти, но он при этом не сильно много прятал. То есть это такая хрупкая система. Сначала никто не знает, потом тут, но чуть-чуть, и рушится абсолютно все. Хорошо. А, предположим, вот то, что вы опубликовали эту часть расследования, связанную с Дерипаской, может ли это как-то сказаться на, не знаю, репутации Лаврова внутри какого-то российского эстеблишмента и Кремля? Как вы считаете, насколько это прозрачная ситуация, насколько это всем известно, официально на самом деле и так далее? Или такие вещи все-таки скрываются от коллег и начальства? Я вам расскажу сейчас эксклюзив специально для Дождя, потому что я вас люблю и смотрю. Если честно, мы все ближе и ближе подходим к теории того, что за каждым министром и более-менее значимым чиновником в России закреплен олигарх. Мы это видели уже такое количество раз. Мы, безусловно, рано или поздно это сформулируем, не просто как теория, а с доказательствами. Но сейчас я за большой долей верности могу сказать, что это ровно так и работает. То есть вот условно были братья Магомедовы, которые сейчас сидят, но когда-то они были олигархами, очень крупные бизнесмены. Они спонсировали и содержали Медведева и около медведевских олигархов. А ниже, условно, Зевудин Магомедов содержал Пескова. Соответственно, это знаменитые каникулы на яхте Мальтиз-Фалькон, где они с Навкой провели медовый месяц. Это оплатил Магомедов. Насколько я понимаю, знаменитые часы Пескова – это тоже Магомедов и так далее. И за всеми этими чиновниками закреплен кто-то, кто дает им деньги. Я не знаю, ротируется эта система или не ротируется эта система. По Дерипаске мы уже видим чуть более ясно. Очевидно, что он оплачивал всякие прихоти Сергея Приходько, Царство Небесное, он умер полгода назад. И Лаврова тоже мы теперь поняли. То есть, возможно, это работает по каким-то крыльям. То есть, если международное направление Приходько специализировалось на международном направлении, закреплено за Дерипаской. Словом, там за Усмановым. Ну, вот Усманов дарил дачу Медведеву. То есть, возможно, за Усмановым закреплено жилищное условие Медведева. Дачу в Плёсе Медведева оплачивали из Новотеха. Да, этот Микельсон. Всё похоже на то, что это супернорма. И действительно, грубо говоря, можно взять список Форбс и можно взять список топ-чиновников России, и они каким-то образом состыкуются. То есть, кто за кого платит. Ну, с Путиным совсем очевидно. То есть, там дворец для Путина. Вот строили такие-то олигархи. Вначале Абрамович, потом уже вот эти новые путинские олигархи, Ковальчики, Ротенберг и все прочее. Поэтому, то есть, я думаю, что система работает так. И я думаю, что единственное, почему Лаврову может быть стыдно сейчас и неприятно, это не то, что находится на удовольствии, как все остальные, а то, что вот эта история с Настей Рыбкой и с тем, что Дерипасков фактически в две недели, в одни и те же, он возит туда малолетний племянец Лаврова и, возможно, его самого, мы не знаем, а потом возит туда десять эскортниц и устраивает там какие-то оргии. Ну, то есть, это такая ситуация не очень приятная. Вот, поэтому я думаю, что, ну, то есть, вы слышали, что сказала Мария Захарова? Очень хорошо, что вы поставили кусочки. Я прям посмеялась, но с таким надрывом, мне оказалось, что она просто разрыдается в какой-то момент от того, какой Лавров великий, да, от того, как он такой непоколебимый или что-то она еще говорила. Ну, вот это так примерно. Ну, может быть, в глазах Марии действительно. Так и есть. Не могу не спросить про сегодняшнюю публикацию в собственном блоге Анастасии Васильевой, главы Альянса врачей. Скажите, пожалуйста, вы, что вы думаете по этому поводу? Она иностранный агент, ну, точнее, Альянс врачей. Я уже забыла, не могу все время про это говорить. Я думаю, что это очень грустно и страшно, если честно. Это единственная эмоция, которую меня это вызывает. У меня нет ни единой притензии к Анастасии Васильевой. Ни одного плохого слова я про нее не скажу. Мне очевидно, что это сделано под каким-то давлением, которое страшно представить, потому что мы все видели Анастасию Васильеву в публичном поле, что она человек очень сильный и очень идейный. И чтобы ее сломить так, чтобы заставить ее это написать, мне просто страшно представить, как они ее запугали, чем они ее запугали, чтобы она согласилась это сделать. Поэтому у меня вызывает просто, знаете, такой неприятный мороз по коже вся эта история. Я надеюсь, что с ней все будет нормально. Естественно, важнее всего вопрос, чтобы она была жива-здорова, ее семья была жива-здорова, чтобы все у нее было нормально. И если для того, чтобы каким-то образом спастись, она должна делать такое, когда-нибудь мы узнаем правду, и когда-то все станет на свои места, и мы поймем, почему она это сделала. Но ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения, что это не то, что она думает на самом деле, это не то, что она считает. А вот какие факты в этом тексте вам, для вас свидетельствуют о том, что это не ее мысли, а навязанные какие-то, какая-то повестка навязана? Не факты, Анна, не факты. Дата в этом тексте свидетельствует о том, что это навязано. День до выборов, да, вот сегодня за меньше, чем сутки до начала голосования это было опубликовано, и мы понимаем, что, ну, давайте мы на секунду представим, что действительно Анастасия решила публично от нас ответить, что еще раз я считаю, невозможно отлично делать это за 24 часа до начала голосования, ну, то есть это невозможно представить, что эти события совпали так, и она специально решила это сделать. В первую очередь, конечно, дата. А потом то, что она пишет, я не знаю, то есть она пишет про какой-то, про каких-то меня, Волкова и Жданова, которые захватили власть ради денег, ради денег и власти, там что-то уехали в Европу, ну, господи, боже мой, она прекрасно знает, при каких обстоятельствах Леонид Волков и Иван Жданов уехали в Европу, ну, то есть у меня немножко другая история, но у них-то это вынужденная абсолютная иммиграция, и не дай бог никому таким, по такой причине оказаться в Европе, тем более там в ситуации Жданова, да, когда у него в России остался отец в тюрьме. Поэтому она, ну, просто так не пишет, это вот, это, они попытались сделать историю вот этого традиционного разочаровавшегося сторонника, да, ну, мы это видели по, ну, Серуканову, который сейчас на Russia Today, по каким-то там еще людям, которые не периодически таскают, и которые разочаровываются в Навальном, ну, это такая профессия почти, вот они попытались это сделать с Анастасией, превратить ее вот в такого нового Серуканова, но это очевидно не сработало, я не знаю, поправьте меня, если я не права, ну, по новостям сегодня я видела мало людей, которые действительно поверили, что Анастасия написала это сама. Главное, что Анастасия сама не комментирует, на связь не выходит, мы пытались связаться с ее, ну, какие-то пресс-секретарями, помощницами, они только подтвердили, что это действительно ее аккаунт, а с самой Анастасией Васильевой нам связаться не удалось, чтобы, ну, как бы она нам это сказала лицом, что называется, поэтому я не исключаю, что правы. Это в первую очередь страшно, да, это в первую очередь страшно и очень, ну, это же прям мне не по себе от мысли. А вы будете пытаться выяснить, что с ней происходит, что случилось и так далее, потому что... Забудем, конечно. Спасибо большое. Это была Мария Певчих, расследница команды Навального. Напомню, что команда Навального сегодня выпустила фильм расследования, посвященный личной жизни министра иностранных дел Лаврова. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь, tvrain.ru, слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.